всем привет дорогие друзья сегодня мое первое видео из нью-йорка и я вам покажу даже не город а в общем то совсем другие вещи потому что они потрясающе красивые поразили меня вообще своей красотой богатством и наверное ценой цены не цены не знаю потому что это был не магазин а как раз таки музей ну музее была экспозиция невероятной красоты драгоценных украшений я немножко поставила вот сначала и обязательно досмотрите до конца потому что это в общем то все будет самом конце на самом деле музей называется natural of history находится в нью-йорке в манхэттене это музей потрясающе необыкновенный я очень его люблю мы когда-то ходили в него с детьми и в общем то дети мои обожали этот музей мы были там тысячи раз ну в общем много раз там действительно есть на что посмотреть не только детям но и взрослым потому что это действительно огромный музей там можно провести день-два-три по моему даже неделю и все не пересмотреть об истории планеты земля природе в общем-то население истории костюма в общем там есть все 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 что угодно но сегодня мы отправились на выставку камней камней и минералов а также драгоценных камней драгоценных украшений я оставлю наверное линк этого музея внизу под видео может быть кому то будет интересно те кто живет в америке или в канаде кто сейчас путешествует мало кто сейчас путешествует но тем не менее значит выставка включает в себя вот камни минералы потрясающее разнообразие я там снимала в общем то невозможно глаз оторвать видео не передает всей красоты необыкновенного разнообразия вообще того что сотворила природа это невозможно вообще представить сколько красивых камней минералов можно найти на нашей планете вот это например бабочка создана из бриллиантов разных цветов настоящих бриллиантов не искусственных а вот именно бриллиантов которые были найдены и как раз разных цветов очень дорогие они многие из них прямо уникальные совершенно необыкновенные значит на выставке представлены как минералы так немножко изделий из них вот вы видите здесь какие-то такие поделки тоже очень красивые очень такие необычные много из азии много из ближнего востока есть просто вот такие вот камни большие булыжники можно сказать я не очень большой специалист камнях если честно я не очень хорошо знаю их название но там присутствуют топазы гранаты в общем все 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 возможные камни не вспомню сейчас даже название растерялась но вы наверное лучше меня знаете всех форм размеров просто услада для глаз тех кто любит ювелирные украшения тех кто любит камни это просто вообще невозможно оторвать глаз все это сверкает переливается там еще такой особенный свет который в общем делает это все намного более красивым чем она есть на самом деле вот это вот изумруды я как бы за руби я знаю эти не знаю цитрин не знаю что за камни девочки но не суть в общем-то они разных цветов и разных форм разных размеров еще раз повторюсь разных огранок поэтому все сверкают и переливаются каждый по-разному но и в самом конце выставки находится потрясающей красоты и стоимости ювелирные украшения я просто даже не ожидала если честно что такие украшения могут находиться в музее вот начало как бы начало украшений это еще не самое не самые дорогие не самые шикарные тема как бы украшений была на выставке именно природа именно вот животные все украшения были были в форме каких-то змей ящериц бабочек вот пауков все что угодно значит то что вы сейчас видите это все золото бриллианты и разнообразные камни причем украшение таких брендов вот например вот этот вот эти вот крокодильчики по моему кортье до были созданы фирмы кортье в 75 году причем актриса для которой создавалась и так это колье принесла живых маленьких бэйби деда крокодилов для того чтобы с них как бы лепили это украшение чтобы оно получилось очень достоверным то есть вы понимаете да кортье невероятное количество бриллиантов и сделано на заказ для кого-то вы понимаете что стоимость этих украшений я даже боюсь подумать миллионы долларов невероятная входа конечно на эту экспозицию стоял охранник понятно почему вот например вот такой вот я не знаю даже сколько там карат и сколько там бриллиантов все это блестит переливается такой невероятных размера толщины колье это кстати по моему браслеты часы тоже все усыпаны драгоценными камнями бриллиантами эмаль это тоже булгари по моему еще какой-то бренд я не помню по моему булгари вот эти вот часы именно браслет часы вот здесь вот вы видно я специально снова поближе что это именно часы не просто браслет всяческие насекомые в качестве украшений стрекозы бабочки посмотрите как это все переливается блестит необыкновенной красоты причем значит некоторые из них бушарон тиффани то есть причем они еще и многие из них винтажные потому что вот эти например там девяносто пятого года что тоже в принципе винтаж а некоторые украшения семидесятых шестидесятых годов и в общем-то мало того что это тиффани картье и ван клифф и так далее другие бренды мало того что это все невероятно невероятной стоимости камней невероятное количество и огранки так это еще и винтаж в общем-то то есть что прибавляет цену и стоимость причем я прочитала что многие из этих украшений были пожертвованы музеи из частных коллекций можете представить частные коллекции в которой находятся такие украшения и они в общем-то как бы так скажем не нужны и они их пожертвовали в музей да в нью-йорке живут очень богатые люди невероятно богатые люди их очень много живет в нью-йорке очень богатых людей поэтому вот то что в нью-йоркском музее natural history находится вот такие пожертвования я как бы не то чтобы не удивлена но в общем-то ожидаемо посмотрите какая красота это просто знаете ну такой восторг это невозможно передать словами это надо конечно видеть живьем девочки те кто живут нью-йорке или в окрестностях я очень вам рекомендую посетить эту выставку я оставлю повторюсь линк на музей и если у вас будет возможность обязательно сходить это невероятное наслаждение удовольствие особенно для девочек особенно для тех кто любит ювелирные украшения мальчиков не берите с собой мы были с сестрой с ее мужем он страдал там конечно ему это было все неинтересно и скучно вот эта птичка по-моему тоже тиффани или кортье я уже не помню ну в общем вы представляете себе что грабануть бы музей криминальный майнд мой криминальный мозг стал думать сколько можно заработать денег если унести хотя бы парочку украшения оттуда ну вот это по моему птичка вот это было кортье париж 48 год одна из вот одна из этих украшений сможете себе представить сколько это все стоит вот посмотрите какая это тоже колье змея вся усыпана камнями разных разными бриллианты и другие камни довольно больших размеров эмаль в общем необыкновенно красиво это вот морская тема здесь сделаны кораллы вместе в украшениях украшены бриллиантами кораллами посмотрите какая тонкая работа необыкновенный дизайн и в общем то это просто все это придумать и выполнить это конечно это вещи которые по моему в одном экземпляре у них нету повторения и не были сделаны видимо на заказ а может быть просто как дизайнерская вещь которая сделана в единственном экземпляре необыкновенной красоты необыкновенно качество необыкновенных цены необыкновенных богатства такое что я видела такие вещи только на красной дорожке у звезд а живьем я не видела никогда это колье вообще потрясло мое воображение потому что это еще и ван клифф вы знаете этот бренд что там каждая каждая малюсенькая цепочка с маленьким малахитом стоит полторы тысячи долларов можете представить сколько стоит такое колье в бриллиантах и в камнях вот эти узнаваемые тоже кошки-кортье не кошки а тигра вернее вы тигры не знаю вот этот слон эмали бриллианты я не помню какую фирму поможет я где-то сняла внизу чей-то чье это произведение но я не уверена да и вот это все вот эти вот животные по моему тоже все сделаны брендом кортье здесь написано ван клифф кортье тоже 70-е годы то есть просто вот вот это вот ван клифф 2011 года вот это шикарное красивое ожерелье ну и под конец еще немножечко там было уверенно украшение не менее шикарных но как-то они так висели в сторонке почему-то я не знаю хотя на мой взгляд они потрясающе красивые кстати тоже некоторые из них очень известных брендов по моему вот сейчас дальше там будет брошка тиффани усыпанная жемчугами и и бриллиантами так что в принципе не знаю почему то но видимо по меркам этой выставке это не самые дорогие экспонаты вот эта брошка тиффани поэтому видимо как-то повесили в сторонку ну вот такой мне сегодня видео девочки я надеюсь что вам понравилось было интересно люблю целую увидимся в следующем видео следующее видео снова будет из нью-йорка до новых встреч пока пока бай-бай пока бай-бай